Михаил Волков был прекрасным актёром. Его талант, обаяние и харизма притягивали внимание зрителей как магнит. Волкова называли одним из самых красивых мужчин советского кинематографа. Михаил Давидович Волков появился на свет 26 сентября 1932 года в городе Проскуров на территории Украинской Республики. Его отец работал в социальной службе, а мать была по профессии фармацевтом. Мальчик с детства проникся любовью к театральному миру. Ему отлично удавались роли в самодеятельных спектаклях. В старших классах Волков решил, что хочет стать профессиональным актёром. Мальчик Михаил отправился в Киев и успешно поступил в театральный институт имени Корпенко Карова. После окончания вуза одарённого юношу пригласили присоединиться к труппе театра юного зрителя. Но упорный характер и желание развивать свой талант заставляли Михаила искать новые перспективы. Однажды Волков побывал на спектакле Ленинградского большого драматического театра «БДТ», который приехал на гастроли и решил попытать счастье. Режиссёр как раз находился в поиске молодых, талантливых актёров для новой постановки. Михаил впечатлил мэтра своей игрой, и молодого артиста пригласили в состав труппы. Так Волков перебрался в Ленинград и стал артистом одного из самых известных театров Северной столицы. Режиссёр «БДТ» не ошибся, о молодом актёре вскоре заговорили и зрители, и критики. Каждая постановка с его участием становилась успехом. Новым этапом в творческой биографии актёра стал кинематограф. Его дебютом на экране была роль в телевизионной ленте «Обещание счастья». После этого последовало сразу несколько работ, которые вскоре сделали Михаила одним из самых востребованных артистов того времени. Он прекрасно сыграл в таких фильмах, как «Бой после победы», «Путь в Сатурн», «Конец Сатурна». Картины рассказывали о подвигах советских разведчиков. Критики заслуженно считают роль в этих фильмах одними из лучших работ Волкова. Благодаря таланту артиста и глубокому пониманию образов, они получились необыкновенно живыми и достоверными. Мужественная внешность, сила характера и харизма во многом определили репертуар актёра. Ему часто предлагали роль военных, разведчиков, шпионов. Особенно удачными стали образы, которые Михаил воплотил в фильмах «Крах инженера Гарина», «Командир счастливой щуки», «Достояние республики». Единственной любовью и супругой Михаила была Алла Боровикова. Они познакомились ещё в период работы Волкова в Киеве. Между молодыми людьми возникло глубокое чувство, и вскоре они узаконили свои отношения. Когда Михаилу предложили перебраться в Ленинград, супруга, не раздумывая, последовала за ним. Профессия Аллы тоже имела отношение к миру искусства. Она работала редактором на телевидении. Супруга подарила Михаилу дочку, которая закончила Ленинградский университет и стала журналисткой. Друзья и коллеги вспоминают, что Михаил Волков был добродушным и открытым человеком. К нему часто обращались с просьбами о помощи, и актёр никогда никому не отказывал. Волков до конца жизни сохранил верность родному театру, хотя ему поступало много привлекательных предложений. Как настоящий актёр, он выходил на сцену, пока позволяло здоровье. Заслуженный артист РСФСР ушёл из жизни 22 июля 2001 года. Ему было 68 лет. Михаил Волков был очень скромным человеком и никогда не стремился к славе, а просто делал свою работу на отлично. Именно поэтому мы до сих пор восхищаемся образами, которые он создал во многих замечательных картинах. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok